Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Видеообзор подготовлен специально для интернет-магазина F-Magazine. В данном видеообзоре хотелось бы рассказать о довольно качественном, но в то же время бюджетном, вполне бюджетном кренке от компании Цуребита. Модель называется Crank 50SR. В данной линейке присутствует моделька в заглублении ССР, тоже у меня имеется, очень классный воблер. И вот решил приобрести с заглублением побольше. У меня в использовании был такой однажды. По просьбе друга я подарил и приобрел себе немножко в другой расцветочке. Очень классный воблерок. Сразу скажу, в какой-то степени он даже универсальный. Он отлично по стоячей воде и на реке. Работает по окуню, по щуке. И по реке также отлично работает по белому хищнику. Ну, в частности, это, конечно же, галавль. Галавль – единственная мелочь. В большей степени, конечно, данный кренк отсекает. В основном попадаются среднекрупные экземпляры. Сам воблерок у нас поставляется в такой вот упаковке. Ну, упаковка, в принципе, довольно-таки простая. Воблер у нас имеет... Так, хотелось сказать сразу про вес. Вот. Вес воблера составляет 7,5 грамм. Заглубление его составляет 1,5 метра. Ну, длина, соответственно, 50 миллиметров. И степень плавучести. Он плавающий у нас. Сам кренк поближе, если рассмотреть, выглядит таким вот образом. Он довольно упитанный. В какой-то степени можно его полуфэтом, толстячком назвать. На брюшке имеется название модели. Надпись кренк 50SR. Единственное, конечно, хотелось бы, чтобы вес указывали тоже производители. Ну, это, опять же, не критично. Сам кренк у нас мало шумящий. Имеется довольно крупный либо шарик, либо грузик, который имеет ограниченную подвижность. Тройники стоят очень качественные, очень острые. Ну, на первый взгляд, могут немножко показаться маленькие по размеру. Ну, опять, при правильно настроенном фрикционе, в принципе, крючки на хищники особо не разгибаются. Ну, со временем, конечно, если поклевки происходят щук в районе 2 кг, могут и подразогнуться у нас. Зачастую на реке приходится форсировать события, скажем так, подзатягивать фрикцион. Рядом с коряжником, либо на течении где-то, где у нас довольно сложные места, когда хищник может куда-то уйти, зацепить приманку и так далее. Поэтому в таких местах приходится подзатягивать фрикцион. В такие моменты у нас тройники, конечно, могут подразогнуться, так как выполнены они из не совсем толстой проволоки. Но, опять же, я не считаю это критичным. В остальном, и целом, приманка очень классная. Летит хорошо. Струю она держит тоже отлично. Однозначно могу порекомендовать. Игра, как у всех кренков, довольно активная, средняя, амплитудная. Отлично он работает и на малых скоростях проводки, соответственно, и на быстрых. То есть, приманка очень и очень достойная. Всем только могу порекомендовать. Приобрести данную приманку можно, пройдя по ссылке в описании под видео на сайте интернет-магазина F-Magazine. Всем, кому данный обзор был полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр. До свидания.